Хранители уникального наследия Видновской земли празднуют в этом году 15-летие открытия районного историко-культурного центра. А общество краеведов отмечает 10-ю годовщину создания. Этим событием и был посвящен праздник, ставший прекрасным поводом собрать людей, бескорыстно отдающих много времени, сил, своих знаний и способностей к краеведению и родному городу. Каждая из них вносит свой вклад в ту кропотливую работу, которая в конечном итоге выливается в самосознание и сохранение не только нашей местной культурной самобытности, но и общенациональной русской культуры. Историко-культурный центр Ленинского района – это больше, чем музей. Это место, где проводятся творческие встречи, культурные вечера, праздничные мероприятия. На этот раз героями торжества стали сами работники центра и краеведы района. Дело в том, что этот год для них юбилейный. Историко-культурный центр был создан в 1998 году. В самом начале, еще до реконструкции здания бывшего ресторана, работники ютились в небольшой комнате. Первым директором была назначена Лидия Иванова. Наша комната на школьной 43 стала как бы штабом, где наши краеведы могли общаться друг с другом. Ведь задача историко-культурного центра – это было объединить краеведов Ленинского района. Поставленная задача была выполнена. Официальное общество краеведов было зарегистрировано спустя пять лет после открытия центра. За прошедшие годы было реализовано много проектов. Собрано более 9 тысяч экспонатов для выставок, рассказывающих об истории родного края. Документы, фотографии из семейных архивов жителей сделаны с записи воспоминаний ветеранов войны. В историко-культурном центре хранятся не только документы, реликвии какие-то, факты. Здесь хранится добродетель. Я бы назвала это учреждение хранителем добродетели памяти. С непосредственным участием энтузиастов выпущена уникальная книга «Видновский край» с древнейших времен до наших дней. Увидели свет издания «Золотая книга Ленинского района» о героях Советского Союза и России, героях социалистического труда и орденоносцах и серия книг «Люди нашего края». Работа краеведов кропотливая и непростая. Случайно люди таким делом не занимаются. Трепетное отношение и любовь к документу, к книге. Это первое качество. И поэтому этот человек способен с утра и до вечера сидеть в архиве, перелистывать документы. Второе качество – он должен быть энтузиастом или попросту бессеребренником. Патриотами родной земли назвал людей, собравшихся в зале глава района. «Вы настоящие подвижники и энтузиасты, влюбленные в свое дело. Вы трепетно относитесь к нашей культуре и сохранению уникального наследия нашего края», отметил Сергей Кошман. «Это большой труд, это серьезная работа и это очень благородная работа. Потому что если нет истории, то и будущее наше весьма туманно». Останавливаться на достигнутом никто не собирается. В планах расширение экспозиции за счет еще одного подвального помещения – бывшего музея коксогазового завода. «И площадь достаточно большая у этого подвального помещения. Мы планируем в дальнейшем на базе этого помещения открыть музей». Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.